Орбидола нет. Эту фразу фромацевт Наталья произносит по несколько раз в час. Посетители аптеки нередко жалуются. Найти этот препарат стало просто невозможно. Поступило в Киров его очень мало. Делили по всем аптетам. В результате у нас получилось так, что то, что поступило, хватало на самое большое на сутки, на двое. У нас ребенок маленький, очень опасно это. Уже три недели, как в городе, объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Кировчане гоняются за орбидолом, а в Роспотребнадзоре ждут, когда заболеваемость пойдет на спад. За последние два месяца идет у нас заболеваемость. Вот в начале эпидпорог был выше нашей реальной заболеваемостью. И вот начиная с 44 недели пошел подъем. Сначала незначительный подъем, и вот резкий. Вот это вот начало эпидемии. 45-46 неделя. Пока статистика не радует 7 тысяч больных только за одну неделю. Специалисты подозревают, что почти половина из них переболели свиным гриппом. Именно от него помогает орбидол. Но его или нет, или цены кусаются, он только за последний месяц подорожал со 180 до 250 рублей. Завод-изготовитель утверждает, что цену не поднимал, а аптеки ссылаются на поставщиков. Сейчас идут проверки областной прокуратуры, аптечных организаций, как формировалась эта цена. Пока еще у нас есть только сведения, что вот, что касается аптеки, аптечной сети, аптеки номер 1, аптеки номер 211, у них проверки прошли. Нарушений цены образования там не выявлено. Департамент здравоохранения направил производителю орбидолу письмо с просьбой увеличить поставки. А еще в городе заработала горячая линия. По телефону 35-35-47 можно узнать, где купить тот или иной препарат. У нас есть ремонтодин, значит он аналогичен по действию орбидолу, есть афлубин, афлубин в виде таблеток, в виде капель, в виде назального спрея. Есть анаферон, взрослый, детский, ну и окселиновая мазь обязательно. Вылечиться и без орбидола можно, уверена фармацевт Наталья. К тому же длительный прием этого лекарства пользы не принесет. Такие препараты, как гриппферон, амиксин и анаферон, вполне могут заменить разрекламированное средство.